Всем привет! С вами Айка! Рада вас видеть в такой прекрасный день! У нас на улице просто жара! Я вышла вот в такой футболке, мне не было холодно. То есть, наконец-то долгожданная весна, обалденное настроение! Сегодня у нас дома уже были голубцы, и я решила снять мукпанг. Рецепт на этот салатик также обязательно оставлю в инфобоксе. Еще у нас здесь ведро груши, как говорится. И давайте приступим. Пить мы будем чай. У нас здесь 11 штук. Давайте приступим. Обожаю голубцы. В комментариях вы просите побольше домашней еды, что я и стараюсь делать. Только голубцы прям горячие. Я не люблю, когда еда горячая. Мне вот в кайф кушать, когда еда более-менее теплая. Или даже холодная. Пригиньте. Давайте пока что поотвечаю на вопрос. Вопрос задает Ниса Лимео. Смогла бы ли ты открыть конверт, в котором была написана дата твоей смерти? Не знаю. Скорее, наверное, нет. Я не большой сторонник вообще узнавать что-то наперед. Я не верю в этих всех гадалок, не знаю, экстрасенсов, ведьм. Это все полнейшая чушь, на мой взгляд. А если бы даже я знала, что, например, эта гадалка знает на все 100%, я бы, наверное, все равно не пошла. И дело даже не в том, что это грех. Я просто... очень жесткий скептик в этом плане. Когда-то, лет 10 назад, я в этого все верила. Скажу даже больше. Я ходила к гадалкам. Но я просто поняла, что они просто тонкие психологи. И манипулируют людьми. Они просто смотрят на реакцию человека. К одной я ходила, она так посмотрела на меня и говорит, у тебя двое детей. А мне в тот момент 18 лет, но я выглядела старше, намного старше своих лет выглядела. Но опять же, она ошиблась. Знаете, что самое обидное? Такие люди, мошенники, по-другому их не назовешь. Зарабатывают, как правило, на людях, у которых горе, которым никто не может помочь. и делают их еще более несчастными. Эти люди верят, несут свои последние денюжки, дабы решить какую-то свою проблему. Как правило, счастливый человек, у которого все хорошо, никогда в жизни не пойдет к этим гадалкам. А идут люди с неизлечимыми заболеваниями, или, например, муж ушел, и горе у человека. Моя бы воля, я бы устроила тестирование таких людей. Обладаешь ты какими-то способностями? Докажи. Доказал, получи справку. Получил справку, плати налоги со своего дохода. С появлением тиктока каждая вторая гадалка заходишь просто Сделала черный макияж, надела платочек, создала такой образ, и все, начинает гадать. Вылечусь ли я от этой болезни? Вылечишься. Изменяет ли мне мой муж? Не изменяет. Или изменяет. Некоторые там за подарки гадают. Самое удивительное, что эти люди абсолютно спокойно показывают свое лицо, разговаривают на камеру и чувствуют свою безнаказанность. А еще обиднее, когда их рекламируют блогеры. Люди, которые доверяют блогеру, и блогер пишет, вот она мне помогла решить все мои личные вопросы и так далее. Вы знаете, какие суммы предлагают эти гадалки, шарлатаны, блогерам? Вы не знаете, а я знаю, потому что мне тоже предлагают. То есть, например, обычная интеграция стоит у тебя, к примеру, условно, там, не знаю, 100 долларов, то реклама такого формата будет стоить уже 300. Всякие казино, лохотроны, это все дорого стоит, потому что, по большому счету, никто не хочет рекламировать. Рекламируют только те, которые очень сильно нуждаются в деньгах. Я считаю, это неправильно. Но, опять же, это право каждого. Однажды я просто по приколу заплатила за расклад в ТикТоке, но я просто угорала с этой ситуации. Я ей в лицо так и сказала, что никуда не попала. Для меня это было как, ну, сходить в кино. Стоит недорого, ничего, посижу, поугараю. А есть люди, которые искренне в это верят, делают все, что говорят эти гадалки, напридумывают себе всего. Не знаю, напишите в комментариях, пожалуйста, верите ли вы во всю эту ерунду. просто я заметила, что они очень тонкие психологи. с подружкой однажды были у одной гадалки. У меня было с собой две фотографии. Одна фотография парень, который нравится мне, а другая фотография парень, которому нравлюсь я. И, в общем, мы сделали расклад типа на парня, который нравится мне. И она сказала, типа он бабник, тыры-пыры, не хочет жениться и все дела. А потом моя подруга мне говорит, а ты покажи еще ту фотографию. Я говорю, ой, нет, да ну его. И она такая, покажи фотографию, давайте на него тоже сделаем расклад. Я как только вытаскиваю фотографию, она так смотрит на меня и говорит, я чувствую, что он тебе не нравится. Но, понятное дело, я до этого сама сказала, что да ну его. То есть, это психологический такой момент. Много раз подобные вещи замечала, когда была подростком, наоборот, в это верила. Прикиньте. я лично поверю, только если человек, пока я не сказала ни слова, сам просто раскроет карты и скажет что-то такое, чего не знает никто. Вот в таком случае, быть может, я поверю. а все остальное нет. А насчет вопроса узнать дату смерти я бы не хотела. Мне кажется, прикол нашей жизни как раз-таки заключается в том, что мы живем и не знаем, когда будет конец. Когда закончится, когда оборвется твоя жизнь, не знает никто. Вот мы просто живем, живем, живем. Радуемся жизням. Последние, наверное, два года я научилась радоваться мелочам, природе, солнышку. Очень обалденная погода. Я встала, посидела на балконе, смотрю, такая красота на улице. Все куда-то спешат, а мне никуда не надо. Так хорошо. Вздохнула, подумала, жизнь прекрасна. Села краситься. А если бы мы, например, к примеру, знали, что мы, например, умрем через два года, мы бы захотели все попробовать, мы бы сделали какие-то преступления, мне кажется. Если бы мы точно знали, что, например, в таком-то часу, в такое-то время мы умрем. Вот. Много кто сделал очень много всего плохого, я думаю. поэтому и так круто. Ну а в жизнь, после смерти, я верю. я уверена в этом. Что мы перерождаемся. Возможно, в какое-то животное. Как говорится, поживем, увидим. Я съела все голубчики, 11 штук. Было очень вкусно. Салатик тоже обалденный. Гляньте, какой он аппетитный. Рецепт я оставила внизу. Обязательно переходите, готовьте. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Всех люблю. С вами была Айка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok